Ты шо? Боже, милости будь мне грешному, создав имя, Господи, помилуй меня, бесчиславец и грешил, Господи, прости меня, грешный, помилуй, достойно есть всякого истинного блажительства Богородицу, пресноблаженную и пренепороченную Матерь Бога, Счастнейший Хюрвим и славнейшего истину Серафим, безысления Бога, Слова Рожешую Исущую, Богородицу Тебе, чая ему, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков, аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благо Твое. Аминь. Воскресе измертое, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради причистой Твоей Матери, силы и честного желтворящего Креста, святых ангелов наших Хранителей и всех ради святых, помилуй, спаси на всякого блага истинь и человека любез. Аминь. Без крестного знамени так просто клонить. Поясные три. Боже, милостиво, будь мне грешным. Создав ими, Господи, помилуй меня. Вечеславица грешил, Господи. Прости меня грешного и помилуй. Я небольшие вступления делаю, потому что не у каждого есть возможность это узнать. А так оно можно узнать. Вот. Я по частям тут буду говорить. Сейчас сразу не скажешь. Как к молитву относились по житиям святых? Я подготовил материал здесь о молитве. 60 житий святых. 60. Вот, начиная с января по порядку. 1 января Василий Великий молился за юношу, продавшему душу дьяволу. И молился, подняв руки. Но он был, скажем, был перцветитель, епископ. Ну да. Но дальше мы увидим, что так молились все и молились женщины. Так что часто молились крестообразно, распростирая руки. Крестообразно. В виде креста. И в таком виде ложились на землю в подходящем месте. Это мы даже не видели никогда. Ну и не пытаемся делать. Но должны знать. В поход на Персию двинулся гонитель, Юлиан Отступник. Который был христианином когда-то. Много знал. Учился. Стал императором. И отрекся от христианства. И придумал Таинство в кавычках. Раскрестившество. Специальная яма. Над ней натянута решетка. И бычьей кровью там, языческой формации. Коропили на него. Это отвергнуться. Поставил задачу уничтожить христианство. Юлиан Отступник. Юлиан Имя Отступник. Уже дали ему прозвище. Василий Великий встречает его как императора. И выносит ему хлеб с солью. А он взял хлеб с солью. И отдайте лошади. И взял клок сена. И дал Василию Великому. Он говорит. Я вас приветствовал как человека. Оказал честь. А вы мне даете как животному. Он говорит. Вы хуже животных христиане. Но ничего не стал отвечать. А как отвечать? Он с войсками стоит. Тот отправился в путь в Персию. Завоевывать ее. Как Александр Македонский. А Василий Великий на колени и стал молиться. И вот тут произошло чудо. Это чудо в дальнейшем увидит в других житиях. Это было великое чудо. Во время молитв встан. Где он стоял. Ставка его была. Во время боя уже. Прорывается какой-то воин. И бьет копьем. Сверху. Прямо в живот его пронзил. Никто этого воина не знает. Откуда он выскочил. Юлиан запустил руку под свои латы. Которые у него были. Полную гость крови. Откинувшись на спину. Бросил в небо. И говорит. Ты победил. Галилеянин. Такое прозвище было у Иисуса Христа. Из Галилеи. И погиб. И раздался голос. Где Васильев был. Пало мерзкое животное. Так это был император. Мерзкое животное. Вот и весь ответ. Там Гитлер покончил с собой. Сталина отравила. Пало мерзкое животное. В житии Елии это говорится так. Что молился человек. И встал распростер руки. И стоял несколько дней. Поперек держал руки. Почему он так молился? Он видел. Как этот человек. Юлиан отступник. Предавшись дьяволу. Делает все по его наставлению. И один из демонов пошел на разведку. Узнать. Где лучше пройти через пустыню. И дойдя до этого места. От него в каждую сторону. От горизонта до горизонта. Все стена стоит. И дьявол не мог пройти. Вернулся назад. Руки распростерты у святых. Имеют огромную силу. Так было во времена. Когда воевал Израиль. Воевал. Моисей простирал руки. Поддерживали с двух сторон. Руки опускал. Победа врага. Поднимал руки. Победа Израиля. И рассказывает далее. Что молился праведник об этом. Не один Василий Великий. И в иконе. Иконный лик. И рамка вокруг. Изображение. Изображение Меркулия. Который стоит. Он был воин когда-то. Умерший. Христианин. С копьем. И вдруг смотрит он на молитве. Исчез образ. А потом образ появляется. И с копья капает кровь. Вот кто прорвался в этот стан. И кто его убил. Это мы берем только 1 января. Какую силу имеет молитва. Василий Великий. Когда-то был спор о главном храме. На который претендовали язычники. Ариане. Ну а он был христианский. Христиане молились. Мира не было. Василий Великий говорит так. Давайте будем молиться с арианами. Вы согласны? Запрем храм. Замки повесим. Цепи. Опутаем. Чтобы ни под каким видом дверь нельзя было открыть. И не трогать не будем. Только молиться. Будете молиться вы первые. Если храм откроется. Нам уже молиться не очень будет. Храм ваш. Христиане слушают. Тут толпы стоят. Ариан и христиан. Но потом будем мы молиться. Пророк Илья так делал. Сначала молились жрецы Ваалов. Потом молился он. Потом мы будем молиться. Если храм не откроется. Храм будет ваш. Христиане сразу же подняли голос. Это несправедливо. У тех не открылись и у нас. А почему им отдавать предпочтение? Ну так зачем нам тогда храм-то? Когда молитву-то наш Бог не слышит. Ну так и было. Они молились долго. Только что не скакали. Не кололи себя копьями. Храм не открылся. Стал молиться Василий Великий со своей паствой. И вдруг раздался как гром потрясения. Рвануло двери с косяками вместе со всеми запорами. Вырвало. Мы, многие аряне, обратились к Богу. Бог Василия сильнее нашего. Вот как надо молиться. Это первое января житие Василия Великого. С прозвищем или как-то приставкой Великий с большой буквы. За 20-е столетие только 17 человек. Это не Серафима Саровского не называет так. Не Златоуса. Василия Великий. Вот церковь так приняла. А 2 января будет Григорий Богослов. Там была буря на море. И он едва не погиб сам корабль. А в это время оказалось, он потом узнал. Его мать молилась за него. И молитва ее достигла Бога. И он был спасен. На 2 января попадает Серафим Саровский. Вот три жития за два дня. Как он молился тысячу суток. На камне простоял. Ну конечно. То есть возвращался, молился. А не так, как некоторые начинают говорить, что он стоял непрерывно. Нет, конечно. На молитву становился и молился. Вот об этом очевидно факте. Написано в настольной книге священнослужителя. Третий том. 601 страница. Я, убогий Серафим, молился три дня и три ночи. И ни о ком не молился. Ни о знакомых, ни о близких. Никто милости не дает. Только о священстве. О русском священстве. Только о русских архиереях. Почему? Он увидел огромная беда. Отступники. Сегодня попробуй скажи. Все хорошие. Собираются они. Все хорошие. И вдруг ему голос. Или как это было? Прямая речь дальше идет. И Бог сказал. Он молил только. Пощади их. Пощади, Господи. Пощади и помилуй. Почему он так молился? Никто нигде не пишет. Не знаю. Но явно, что где-то что-то он видел. И значит, зачем бы он кричал? Зачем бы он попиял? И вдруг прозвучало ему. А в ответ. Не пощажу и не помилую. Как будто ни одного спасенного в России не было. И он молился вообще ни об одном человеке. Ни о Филарете. Ни об Антонии. Все вместе. Почему? Вымыслами человеческими заменили истину Божью. Вымыслами заменили истину Божью. Псалом 118-113 стих. Оказывается, может заменить не человек один. Сихтант, еретик. А церковь, притом православная, притом русская. Как Феофан Затворник говорит. Если говорится, что врата она не одолеет церковь. Но нигде не говорится, что Бог сохранит русскую православную церковь. Этого нигде не было сказано никому. Так что нам сильно не надо себя возвышать. Будем просто молиться. С трепетом написано. Со страхом и трепетом. Зная, что Господь рядом. А как рядом? Иаков говорит. Не сетуйте, братья, друг на друга. То есть не выказывайте недовольство. Сетует непрерывное недовольство. Почему? Вот судья стоит у дверей. 5-8. Вот судья стоит у дверей. О ком-то мы говорим. Он открыл дверь. Оказывается, все слышал. Как нам тогда? А мы говорили и не думали, что говорим. Все судья стоят у дверей. Итак, будем молиться. За молитвы святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Помилуй нас. Аминь. Слава тебе, Боже наш. Слава тебе, всяческих ради. Слава тебе, Боже наш. Слава тебе, всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Боже, очисти грешен, яка не коллижа благое сотворив пред Тобою. Но избави меня от лукавого, и да будет у меня воля Твоя. Да неосужденный отверзу уста мой недостойно, во Свою имя Твое Святой Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Царю Небесный, утешителю души истинной, и живи с детства, и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю, прииди и вселись о вне и очистены от всяких скверных. И спаси блаже души наши, святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые посети и сели немощи наше имени по Его ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже истина небесе, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, як он на небесе и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам вниз, и остави нам долги наши, як же и мы оставляем важняком нашим. И не введи нас в Твои искушения, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, сила и слава вовеки. Аминь. Оставши от сна, припадаемте блажь. Ангельскую песню пьемте сильной. Свят, свят, святости Божия. Благородица и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. От одра и сна воздвиг мы, исти Господи, умы, просвети и сердце, и снимай, и отвезда воежи петьте, святая Троица. Свят, свят, святости Божия. Благородица и помилуй нас. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приедет, ика, и гошь, за деяния обнажаться. Но страхом зовем полунощи. Свят, свят, святости Божия. Благородица и помилуй нас. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Всесвятая Троица. Кому, героя Твоей благости, долго терпения, не прогнелся на меня ленивый и грешный, не поубил меня с обеззаконием моими. Но человеколюбствовал, если я обычный, и в нечаяния лежащего воздвигл меня, если в мое же утренче славослоите державу Твою. И ныне, Владыка, просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста, поущайтесь со словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание сердечным, и воспевайте все святое имя Твоя. Отца и Сына и Святого Духа, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, Христу, Цареве и Богу нашему. Придите, поклонимся, и преподем к самому Господу Иисусу Христу, Цареве и Богу нашему. Псалом 14. Господи, кто может пребывать в жилище Твое, кто может обитать на святой горе Твоей, тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем, кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла, и не принимает поношения на ближнего своего, тот, в глазах которого презренно отверженный, но который, боящийся Господа, славит, кто клянется хотя бы злому и не изменяет, кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного, поступающий так не поколеблется вовек. Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю. Я сказал Господу, Ты, Господь мой, благо мои Тебе не нужны. К святым, которые на земле, и к диме Твоим, к ним все желание мое. Пусть умножаются скорби у тех, которые текут к Богу чужому. Я не возлюю кровавых возлияния их и не помяну имен их устами моими. Господь есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держи жребий мой. Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. Благословлю Господа, вразумившего меня. Даже и ночью учит меня внутренность моя. Всегда видел я перед собой Господа, ибо Он, одеснуя меня, не поколеблюсь. Оттого возрадовался сердце мою, и возвеселился язык мой. Даже и плоть моя успокоится в уповании. Ибо Ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому Твоему увидеть ление. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости при лицом Твоим, блаженство в деснице Твоего век. Услышь, Господи, правду, внемли воплю моему, прими мольбу из уст нелживых. От Твоего лица суд мне да изыдет, да возряд очи Твоей на правоту. Ты испытал сердце мое, посетил меня ночью, испусил меня и ничего не нашел. От мыслей моих не отступают уста мои. В делах человеческих, по слову уст Твоих, я охранял себя от путей притеснителя. Утверди шаги мои на путях Твоих, да не колюбятся стопы моей. К Тебе взываю я, ибо Ты услышишь меня, Боже. Преклони ухо Твое ко мне, услышь слова мои. И введивную милость Твою, спаситель уповающих на Тебя, от прочивающейся десницы Твоей. Храни меня, как зеницу ока, в тени крыл Твоих, укрой меня. От лица нечтивых, нападающих на меня, от врагов души моей, окружающих меня. Они заключили стуки своем, надменно говорят устами своими. На всяком шагу нашем ныне окружают нас. Они устремили глаза свои, чтобы не заложить меня на земле. Они подобны льву, жаждущему добычи, подобны скимну, сидящему в местах скрытных. Восстань, Господи, предупреди их, не изложи их. Избавь душу мою от нечстивого мечом Твоим, от людей рукою Твоей. Господи, от людей мира, которые худел в этой жизни, которую чрево Ты наполняешь из сокровищниц Твоих. Сыновья их сыты и оставят остаток детям своим. А я вправде буду взирать на лицо Твое. Пробудившись, буду насыщаться образом Твоим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Много милостивый и всемилостив Бог мой и Господь Иисус Христос по Своей много любви сошел на землю и воплотился, чтобы спасти всех. И снова Спаситель, спаси меня благодатью Твоей, молю Тебе, ибо если по делам спасешь меня, то ты не будешь благодатью и даром, но более делом. Ей многие щедротов и излечены милости, ибо ты сказал, что верующий в меня жив будет и не увидит смертью в веки. Итак, если вера в Тебя спасает отчаявшийся, то веруй, спаси меня, ибо Ты Бог мой и Создатель. Вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, потому что совершенно не найти дел, оправдывающих меня. Но это вера, да будет выше всего, да ответит за меня, да оправдает меня, да я от причастника славы Твоей Вечной. И да не похитит меня сатана, и не похвалится слово, что отторгнет от меня Твоих рук и ограды. Но или хочу спаси меня, или не хочу. Христос мой Спаситель, поспеши скорее, скорее, погиб я, ибо Ты Бог мой, очарив Матери моей. Сподоби меня, Господи, возлюбить Тебя теперь так же, как возвлекла свой тайный грех, и чтобы снова потруиться для Тебя без лени, усердно, как прежде потруился сатане Прещающему. Особенно же потружусь для Тебя, Господа и Бога мой Иисуса Христа, во все дни жизни, ныне и всегда, в веки веков. Аминь. 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 Святой Ангел, поставь на хранить мою бедную душу и несчастную жизнь. Не оставь меня, грешного, и не отступи от меня за невоздержание мое, не дай возможности злому демону, подчинить меня себе преобладанию от насмертного тела. Возьми крепко несчастную, и опустившуюся руку мою, и выведи меня на путь спасения. О, святой Ангел Божий, хранитель, покровитель бедной души и тела, прости мне все, чем я оскорбил Тебя во все дни моей жизни. И если я чем согрешил в прошедшую ночь, защити меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогибать Бога никаким грехом. И молись за меня, Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе своем, и сделал меня рабом, достойной своей милости. Аминь. Аминь. Пресвятая Владычица, моя Богородица, своими святыми и всесильными молитвами отгонит меня смиренную и счастную раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение. Удались и скверные, и лукавые, и хульмой полностью законное сердце, и помраченного ума моего, и погаси поемой страстей, ибо я убог несчастен. Избавь меня от многих пагубных воспоминаний и помыслов, и освободи меня от всяких злодеяний, ибо Тебя благословляет все роды, и причистое имя Твое славится во веки вечное. Аминь. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божьи, Игнатий, Владимир, Никита, Надежда и Гликерия, ибо мы усердно к Вам прибегаем, скорым помощником, молитвенником о душах наших. Богородица, Дева, радуйся, обратно на Мария, Господь с Тобою. Благословена Ты в женах, и благословен плод, шрева Твоего, якородила Иси Христа, спаса, избавителя душам нашим. Непобедимая божественная сила, щаснага, живутворящего креста Господне, не оставь меня грешным, уповающим на Тя. Спаси, Господи, люди Твои, и благослови достояния Твое, победа на сопротивные даруи, и Твое сохраняя крестом Твоим жительством. Спаси, Господи, помилуй от самого духовного, родителей, родников, благодетелей, митрополита Илариона, епископа Евтихи, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, священарея Акима, Павла, Геннадия, Сергия, 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 Василия и Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амбросия, Вадима, Зосиму, Алипия, Андрея, Владимира, Максима, дьяконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, Сергия, Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Деодора и весь священнический иноческий чин. И вышли истинные служители, Господи, миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и нам, дающие священника, что угодно тебе. Смири власти и воин своих, наведи страх Твоя на них, и через них сотвори благое церкви, поэты Владимира, Деметрия, Александра, Дональда, Рамзана Петра, Александра, Ардагена Амана. И дам мир Израилю, Россию, Украине, Сирии, где война идет. Слава тебе, Господи, за тихую и мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить наши таланты дарованные Тобою. И для всего пошли нам добрых помощников, наставников и советников. И сохрани нас от всякого зла, и селения наше от пожара, воровой, нечистой силы, живущих там Виктора, Андрея, Игоря, Игоря Серапима, Алексея, Иосифа, Романов. Пришли добрых жителей, знающих тебя, и сохрани школу. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Щадоих, Виктора Сергея, Севастьяна, Редмилу, Нину, Алектины, Рашир, пределы наших общин, найди новые души, побуди всех на благовестие. Спаси и помилуй Димитрия, Марину, Щадоих, Валентину, Алексея, Валентину, Надежду, Андрея, Димитрия, 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 Олега, Алексея, Александра, 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 Михаила, Нину, Анну, Юрия, Георгию. Ты их всех знаешь, Господи, из кем и познакомлюсь. Кому возвестили слово истины Твоей, возри на врагов, потуши гнев их, закрой лживые уста, дабы не вредили делу Божию. И в судный день не помяни их безумия, ибо Ты был гоним. Благослови друзей наших, благодетелей, воздаем добром Елену, Максима, Владимира, Евгения, Евгения, Наталья. Посети болящих, укрепи на дре болезни лежащих, дараем здравия Сергея, Алексея, Александра, Александру, Фаину, Анну, Валентину, Марию, Игорь, Тамару, Нианилу, Нианилу, Акилину, Александру, Василию, и нас помилуй, милости Твоей, я ради. Благодарю Тебя, Господи, за здоровье и за болезни, за друзей и за врагов. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Избави от тяжкого недуга пьянства Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра, Игоря. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Путешествующих, родители, отступников Николая, Михаила, и всех, на старт, на пути истина, наше сокровище, сайт и форум, трудящих с нами, найди Игоря, Юлия, Дмитрия, Виктора, Гавриила, Ольгу, Сергея, Василия, и обрати Тимофея, Тимофея, Мартина, Александра, Германа, благослови Максима, Юлию. И все наше родство найди. Изякию, Валентину, Ирину, Татьяну, Маркунину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Упокой, Господи, в обителях небесных усопших, отец и братья наших, сродников, благодетелей и всех православных христиан, у него представленную любовь, Агафию и Анна. Ибо нет человека, который, живя на земле, не согрешил бы. Прости им всякое согрешение, вольное и невольное, и душам нашим полезное сотвори. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешного. Слава Тебе, наш Бог Иегова, Абва, Отче, свят, 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 Господь Саваоф, вся земля полна славы Его, Аллилуйя. Слава, Вышний Богу, на земле мир, в человеках благоволение, Аллилуйя. Благодарю Тебя, Господи, за тот день, в который дал веру в Тебя, страх пред Тобой и ожидание суда Божией. Благодарю за тот день, в который дал мне Святую Библию, указал на толкование святых отцов, как на истину. Аллилуйя. Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими. Аллилуйя. Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога мне грешен, добрый мой ангел, благодарю Тебя, столько лет Ты хранил душу мою, спасая от видимых и невидимых опасностей, не покинев смертный час, когда душа будет разлучаться от тела, и проведи душу мою помытарством, и введи ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя. Иоанн, креститель, предтеча Христов, моли Бога о нас. Научи нас жить и в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, никому не завидовать и не роптать. И каждому дару жилье Сергею Гавриилу. Святитель Христов Никола, мир грекийский чудотворец. Образ крутости истории. Моли Бога о нас и сохрани наше сокровище, книги здесь и в пути. Моли Бога о нас. Святые пророки Божии, пророк Илья, Иерусей, Енох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, Патриархи, Ездраниеме, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезеки, Иль, Осия, Иаиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, Отроки, Пророк Михей, Авраам, Исаак, Иаков, Да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, Дабы день прихода того нашего отшествия не заставлась не готовыми, Но чтобы выше навстречу тебе с горящими светильниками истинной веры И сосудами полными или добрых дел, Соделанных в духе святом с любовью, Аллилуйя, Молите Бога о нас, Святые ангелы и архангелы, Херувимы и Серафимы, И все небесные силы, Престолу Божию и предстоящие, Молите Бога о нас, Святые апостолы, Петр и Павел, Евангелисты, Матфей, Марк, Лука и Иоанн, Да дарует Господь нам жажду исследовать священного писания, Ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, А они свидетельствуют о тебе, Аллилуйя, Молите Бога о нас, Святые мученики и мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарп, Смирский, Устин, Философ, Косма и Дамиан, Андрей, Стратилат, Иерон, Мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим, Никомедийский, Георгий, Победоносец, Пантелеемон, Сорок святых, Мучеников, Царь, Николай, Святое царское семейство, Владимир, Венамин и Иосиф, Борис и Глеб, Молите Бога о нас, Дабы никто не принял начертания зверя, Анфиму, Вениамину, Да и верую, Страшие родители за такое воспитание. Аллилуйя, Молите Бога о нас, Святые отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Ио, Сергий Радонежский, Стефан Пермский, Серапим Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий Алтайский и все переводчики Священного Писания, Филарет, Молите Бога о нас, Аллилуйя, Молите Бога о нас, Святые, Жены и Девы, Фехот, Первомущеница, Сапатина, Самарянина, Феврония, Веру, Надежда, Любой, Матерь София, Наталья и Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетую, Татьяна Ирина, Ольга и Елена Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прискелла и Акила, Андроника Юния, Китрияна Устина, Да дарует Господь, Послушание и Молчание, Соломудрия и стыдливость Женам и Девам и сохрани их от всяческого поругания, Аллилуйя, Исправь непокоримость Галины, Семейства Евгений, Надежда, 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 Светлана, Мария, Раиса, Раиса, Марина, Юлия и Елены, Людмила, Галина, Иоанна, И прими нашу молитву, Господи, И воздяние рук, Как жертву вечернюю, Благоухание, Приятное перед престолом, Благодати Твоей, И соедини молитву нашу С молитвами всех святых, Молящихся к Тебе на небе и на земле, Услыши, Боже, Исполни молитву всех, Молящихся о нас, Во благо нам, И прими нашу молитву о всех, Заповедавших нам молиться о них, Спаси их, И помилуй, Аллилуйя! Говори, Господи, Владыка, Слушай и дослышит Раб Твой. Раб Твой. Раб Твой. Раб Твой. Раб Твой. Молящихся о них, доброе утро сейчас будем здесь озвучивать наши занятия которые были в потеряевке я отключу а потом включу я не знаю почему то кто делает так что никого не видно поля отключается специально лучше было бы если видно было никого не видно и не знаешь если можно там картинки одни видать только и все все на этом я отключаю и сейчас там у нас направят как и мы включим тогда